О, первый работник идет. Страшно не любу, как ты ходишь. С боку на бок шатаешься, идешь. На работу ты должен стремиться, как на праздник. Песня такая. Да носки спадывают. Понимаешь, у тебя обязательно какая-то пришла. Трусы спадывают там. Носки потерял нормальные, все. Потерял? Да ты никогда их и не имел. Я сколько он там находил? Рукавички, которые дал, где они? Две пары дал. Где они, рукавистики? Нет, дали. Я давал, нет? Нет. Не давал? Нет. Мы сейчас с тобой разговаривать, так как с бомжом. Ну как же, один палец там, я говорю, вот это я сам зачинял. Я же их не брал, Агнатьев. Ну я тебе в руки передал там, когда сидели. Две пары сразу. Ты говоришь, у меня рукавистики нет. Я пришел тебе дал вот это новое. Они новые, наверное. Встань он туда. Одну дал, сказал, вот это новое, а другая вот это я починил. Показал палец, как там пришито. Ничего не помнишь? Помню. О, теперь помнишь. Где они? Не знаю. Дальше уже не знает. Что дал, кое-как вспомнил. А где, не знает. Вот так у тебя есть снасти. Была и где, а так не знаю. Ты сам себя умертвил. Не грози мне топором. Мне надо воду в тенек, не знаю, тебе хочу брать. Вон велосипед поставь рядом. Положи в траву, сверху травинки брось. Тебе лишь бы ходить только где-то. Вот лежит рядом. Положи здесь. Вот сюда, вот-вот. Сунь в траву. Все, еще больше кончился разговор. Ты потом забудешь и нет. Так, там, где мы купаемся, туалет. Кто там рукавички повесил? Не знаю. Не знаешь, а? Не знаешь, да? Нет. Так. А носки, которые возле, где я сижу всегда на козликах? Это не мои точно. Это не мои. Твоего нету. Это растяпа. Так, а где Сергей? Вон он идет где. Понимаете, мне с вами исключительно тяжело работать. Вы как будто бы прячетесь от работы. О, Сергей увидал, что снимают его. Так. Теперь слушай внимательно. Воткни лопату. Лопату воткни, отставь ее. Да положи топор, он пока не нужен. Держи. Значит, я показываю, задача какая. Вот этот. Вот. Земля. Это вот всю землю возил туда-то бульдозер, когда я был. Держи, всегда руку засунь туда, вот так, как положено. Здесь пруд. Вон там дальше, видать, он белый, где вот так вот идет лента. Вот деревья наклоненные. Это уже дамба. Нам нужно найти, где здесь проход на дамбу. Он где-то здесь. Здесь, вот в этом месте. Я сейчас пойду, а вы начинаете пока корчевать. Лопатой, руками, выкорчевывая. Вот это вот. Вон на то дерево. Вот это вот кусты, вот рядом два. Вот. Это кусты, называется. А то деревья. Около кустов проходят туда. Я зайду сейчас, пойду на дамбу. И оттуда вам помашу рукой. И прямой наводкой будете бить на меня. А я оттуда маленько прорву, чтобы видно было, где делать. Тут, конечно, спуск напрямую не идет в пруд. А я помню, я там на велосипеде проезжал. Ну, ясное дело, никого не было. Все. Ширина какая должна быть прохода. Машина, чтоб прошла, и с боков по полметра. Игнать Тихонович, мне кажется, вот это вот. Вот она, да, да? Да. Может быть и так. Подожди. Просим благословения. Господи, благослови нас на этот пруд. Умудри во спасение, чтобы у нас было единство с Тобой и друг с другом. И труд наш, Господи, сделай полезным и безопасным. Благослови брата Якима, чтобы сердце было расположено по мощным. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И вмещи сердце Максима, нападающего на нас, желающего разрушить построенное нами. Не дай ему погибнуть. Коснись его Духом Святым. Дай ему чистую евангельскую веру. И в судный день не помяни его сегодняшнего безумия. Благослови помогающих нам и желающих помочь нам, Людмилу и Борису. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все. Сегодня у нас 15 августа 2018 года. Поселок Потеряевка. Это у нас храмовый пруть. Это был Игорь Барбаша. Ангар. Вот мы пришли пробиться нам дорогу. Потому что там братья по зиме пилили деревья. Чуркины пилили. Надо будет забрать их отсюда. Из травы. Для этого надо сделать дорогу, чтобы машина могла проехать. Сейчас вот. Я тут косой прокашивал вот это место. Вот до Виталия, где он стоит. А сейчас там батюшка принес бензокосилку. Дискодел. Вот мы сейчас все косим. Виталия, относишься к траве в сторону. Там вот Игнать Тихонович работает с Сергеем Куфом. Игнать Тихонович. Светник, однако. Я взял у дьякона, если сама это... Вон она железка. Вон она, видать. Вон деревяшка далеко. Что-то я взял у дьякона, дьякон дал. Если сама это... Башку отрубит. Да не отрубит, но делать надо. Заходи вот здесь вот, с этого края. О, какой лес дремучий. Вот здесь вот. С этого края просто дров нету. Там смотри. Да есть, они везде дрова лежат здесь. Ну, постараемся вытащить. Давай. Пока выше еще делаем так. Вырываем. Субтитры сделал DimaTorzok. Косой эффективней. Виталий взялся за дело. Давай покажем разницу небольшую. Конечно, давай. Ну, покажем. Что-то, 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 что-то. Мы же не счетим. Так, Володя. Вот теперь литовка в действии. Вековая литовка. Веками русский народ использовал сей инструмент и был доволен весьма. Почувствую разницу, называется. Почувствую разницу, называется. Напрягись плечо, размахнись рука. Вот это. Малышко. Вот это. Валерий Курас 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 Я не ожидал тут такого, думаю сейчас тут маленько проблюсь Ну вот что мы сделали, это у нас слив Гусятки барахтаются Батюшка пошел на Рыжковский спилить всю траву Поставили вот эту жужжалку, ходят газоны пилят, но только там зубчатое колесо пилит Чтобы с дамбы и по краям Думаю опять бульдозер просить, но свой потеряйски А ему не видно куда идти А тот тогда был, большой-то нанимали, он что В самом конце работы Ну ладно, что съехал с дамбы-то И у него гусеница намертво слетела Два часа почти боролись, поставили Дальше я его не пустил И поэтому он как нагрудил, так все и лежит на дамбе Надо протолкать дальше Вот так, вот видишь, что делается Сегодня у нас уже 15 августа Да Второй день поста Вот это я везде с репьем бьюсь, а тут не знаю, по-моему его трогать не надо Лишний не полезет куда надо Вот, видишь я как взял Вот, вырвал на длину руки и тут и положил траву Вам надо будет сейчас тоже подняться и тот край прорвать Чтобы если человек какой попадет, чтобы он увидел На репье он не полезет До репья дальше отступиться и вон тот край тоже пробрать Городить мы тут уже не можем, у нас сил нет А то черемуха такая вымахала Да Видишь как у нас все И вот тот край проваленный, то есть доски изогнуло Поднять нельзя, а почему? Тут проезда не было А там лежала большая куча земли черной Я бульдотер оттуда подгоняю вечером, а там он работал Я говорю, приехать можно только когда ты сбросишь туда землю А он тогда землю-то тут столкнул А дальше-то я гляжу, яма А земля рыхлая, я его не пустил Он говорит, я примну Если бы он ее примял в том месте, где заканчивается У нас все было нормально было Я говорю, нет Не дай бог Завалишься Одна гусеница на твердом, а другая на мягком Ясное дело, что тебя просто поведет Не надо Так, ну как-нибудь, вот как-нибудь мы ее у него толкли Не удавили, она там опустилась сантиметров на двадцать Да-да-да? Ну да Ее видно, он даже край так Ну и все, вопросов нету Я хотел поднять ее, даже рычаг большой был, бесполезно А почему? Да потому что она там уперта, землю А то со всей землей надо поднимать Ничего не будет Вот сегодня батюшка туда пришел, незваный Я его сказал, иди на этот Ну вот он, жужжалку-то взять Не знаю, косилка-то На Рыжковский и на второй мостик А он сюда заявился А тут везде вот эта дрова лежат Дрова и вот эти колья стоят Он пилит поверху так Я говорю, не делай это, ты даже не увидишь Трава-то какая, огромная трава Никак Вот это вот молочай, что ли так вот уже рассвел Опоздали убирать Никак Вот тогда у нас с батюшкой сразу не согласен пошел Я говорю, ты взял у кого-то, у Жени А не принесешь гнутая Ну это наши отношения гнутые и так-то не худышные Не дам косить Пока мы не пройдем Володя, с той стороны Вот эти колышки, которые есть Я начал их все вытаскивать и выбрасывать Это мы садили Думали, что перерастет Не переросло ни одно Не поливали Не-не, почему Приросли Вон они, вон торчат А, вон кое-где Ну да-да, маленько А тут не переросло Я поэтому их ломал все А дрова вот, пожалуйста, сложили В машине дальше-то проезжать не надо Тут шифер Теперь Кому эти дрова принадлежат? Я сколько раз говорил Никто не забирает Мы их заберем и скажем Мы их забираем себе Что они скажут на это? Потому что Если они слабенько будут сопротивляться Я заберу У нас угля нету Мы топим Не, я не себя отапливаю А у них тут и уголь есть И вон засохла береза белая Как только сейчас лед встанет Они сразу могут ее спилить Убрать и себе Ну еще Виталий-то, Калиников Смотри, сколько им там Вот это, слышь? Конечно, топорный очень Ты мог бы пройти вон там Где большая трава Маленько срезать Внутри Вон там, вон где я был Маленько срезать И мы уходим В самом коробе А? Ну вот край прорвать Маленько надо И все Просто по доскам Веди его Кому был точеный Это здорово было бы А его рубили Сейчас я там рубанул по гвоздю С торца доска Вот эта доска Вот так И там ветка Я по ней рубил А как раз С торца гвоздь забитый вниз Вообще не С торца Я не знаю За все дни Ни разу не встречалась Один гвоздь И как раз на меня Тоткнулся Илья на него Вот так У меня телефона Там нет Подзарядка Если мне звонят То ничего не будет Значит что нам нужно Сейчас здесь сделать Уйти Уйти по хорошему Помолиться И заняться там Поиском Я тебе больше Ищем им доверяю Садись на эту И начинайте Подскребать Вплотную к этому А я пот Если высох бы Ну я бы сам Может залез в воду Да мы сами залезем Залезте Лопату Ну проще всего Ограничить Там руками Надо прощупать Мог ил Даже накрести На нее А грабли Я не знаю Где они У нас трубки нет Вот так бы Можно было Щупать Была бы трубка Длинная Что В воздух Нету трубки У нас специально Нету трубки Так слушай Вылазь Пошли Пошли Это потом Может быть Мы придем Осенью Давай Все Надо помолиться Помолиться Конечно И вот Вот краешек Хотя бы Чуть-чуть Боже мой Боже Слава тебе Добудет Благословенно Это место Все Приходящее Сюда А врагам Добудет Это препятствие Милости Твои не отнимают Нас Истинный Господь И Христос Слава тебе Благослови там Брата Иакима И Виталия И мыщи сердце Максима И всех нападающих Сохрани наше Достояние Строение И в интернете Для пользы Многих людей Хвала тебе За все Отечественный Святой Дух Аминь Аминь Слева Грабли лежат Забери Это барабаша Слева